Дорогие друзья, добрый вечер. Роман Качанов сегодня с нами. Роман Качанов известный режиссер, актер, которого не надо представлять. Роман находится в Израиле. Обе наши страны сегодня охвачены активной, широкомасштабной, кровопролитной войной. Собственно говоря, это мы и будем с Романом в первую очередь обсуждать. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, да. Ну, смотрите, с Израилем вообще в этом смысле получилось очень удачно. Я прилетел сюда буквально за три дня до начала террористической атаки. Прямо как будто отложили до моего приезда, чтобы я был в курсе всех событий. Чтобы не наблюдать за ними со стороны. Вот. То есть, естественно, я сюда много раз приезжал. И более того, я даже в девяносто шестом году здесь ходил в армию. Ну, в связи с тем, что у меня в девяносто шестом году я был тоже уже не так юн. Мне было двадцать девять лет. Меня взяли на сборы. Вот. Меня взяли на сборы на короткий срок. Но, в общем-то, как факт, у меня был такой винтовочек у меня там лежит где-то на базе. Роман, ну, я не могу, извините. Извините, не могу не спросить. Учитывая, что вы автор, ну, реально культового фильма, просто такой пародии, бурлеска на российскую армию, на российскую действительность, которая называется ДМБ. Я думаю, что каждый его смотрел. Вот. Вы, как человек, который это сняли, вы там еще и как актер, кстати, снимались, да? Да, каптер. Да, каптер. Каптера, да. Скажите, пожалуйста, вот и вы сейчас рассказываете, что у вас непосредственно в израильской армии еще и опыт был. А вот чем отличается русская армия, российская армия от израильской армии? Слушайте, ну, во-первых, у армии есть некие коренные вещи, которые не отличаются. И, как у него там русская, американская и израильская армия не отличаются хотя бы тем, что это армия. Вот. Не, ну, разумеется, есть значительные отличия в смысле мотивации, в смысле, в смысле, ну, еще и лично для меня отличие было в том, что я туда взрослым пошел. 29 лет мне было. Вот. 29 лет. То есть вы служили в советской, получается, армии, да? А потом еще и в израильской. В советской меня тоже выгнали, но за особые заслуги, да? Врезвый. Врезвый я был в те времена. Врезвый. Вот. А, нет, из израильской меня не то, что выгнали, меня просто сразу взяли ненадолго, чтобы не, это самое, не напрягать. Но я к чему это рассказал? Ну, чтобы похвастаться, разумеется, и к тому, что для меня вся эта ситуация тоже непосторонняя. В 96-м году, кстати, как раз перед съемками фильма ДМБ за 2 года, ну, вообще, да, чтобы попасть в взрослую армию, это да, это надо постараться. 29 лет. В 96-м году тоже были, тоже были какие-то, то ли антифады, то ли какая-то полуинтифады, все было. И Газа тогда еще была израильской. Потом ее, потом она ее отпустили, но она, видите, далеко не ушла. И это все непосторонняя история. Хотя очень неожиданная, конечно. А в этот раз, в этот раз я за три дня прилетел до 7 октября. Ну, вы сейчас сколько времени уже в Израиле живете постоянно? Потому что я здесь 32 года живу, только со значительными перерывами. А вот сейчас постоянно, ну, когда я прилетел 2-го числа, ну, вот столько постоянно живу. Но, видите, не улетаете, да? То есть вы вот сейчас в самое тяжелое время, вы хотите остаться в стране? Пять дней до войны пусть. Слушайте, ну, у меня у дочки, у старшей повестка на 23 октября. Но я не хочу никого кошмарить, из себя даже, в первую очередь, потому что все-таки моя дочка. Но таки повестка есть. Ну, может быть, там просто учет какой-то, и понятно, что без языка и без какой-то специальной подготовки она, скорее всего, там будет что-нибудь танки мыть или что-нибудь подметать глубоко в тылу. Но повестка есть. Вот. Поэтому, нет, я никуда не собираюсь пока. Хорошо. Расскажите, какая сейчас обстановка, и что люди между собой говорят? Ой, знаете, это огромный совершенно, конечно, пласт. Во-первых, я скажу, что я по этому поводу думаю. Когда все это началось, ну, я же тоже человек. Вот. Когда это все началось, у меня стыд был похожий на то, когда началось в Украине. Когда ракеты прилетели по Украине, у меня был стыд перед детьми. И тогда, ну, как перед детьми, перед поколениями. Потому что, хошь-не хошь, как бы я не молодился, все-таки уже до 80 ближе, чем до 18. Вот. И получается, что... И когда вот это... И тогда мне было стыдно, понимаете? Вот это испанский стыд, или как это называется, да? Было стыдно, что вот такое вообще может произойти. А я все-таки не то, что там работал отшельником или каким-то смотрителем маяка, я все-таки имел отношение к построению какого-то этого нового, светлого будущего. И когда это началось, я это говорил где-то другом, я повторю. У меня младшая дочка созванивалась со своими подружками, беженками из Мариуполя, из Одессы, в большей степени из Мариуполя. И девчонки 15-16-летние. Рассказывали друг другу, как надо правильно прятаться от бомб, как надо выбирать подвалы для многоубежища, что там не должно быть труп, не должно быть труп водопроводных, не должно быть газовых труп, как там нужно накрываться, как ложиться на пол. Это дети знают в 15-16 лет. Украинские дети, израильские дети тоже знают. Конечно, офигенный мир построили. Вот, для детей. Веселый и безопасный. Вот такая ситуация. А люди, что здесь, кроме моих ощущений, понятно, что у людей самые пестрые ощущения. Они очень злые, конечно. Сбралась огромная армия. Сбралась огромная армия, почти полумиллионная. Все очень злые. Конечно, армия сейчас может изменить ход истории, если будет команда. Как будет дальше развиваться, непонятно. В индивидуальном плане, все довольно ужасно переживают. Все же едут со всего мира. Откуда такая армия взялась? Слушайте, потрясающе. Да, я смотрю, специальные рейсы пустили, чтобы и по субботам летать и ездить. Не хватает билетов. То есть в Израиль летят все, кто только может, чтобы просто поучаствовать в защите государства. Вы понимаете, здесь все-таки не то, что какой-то конфликт. Он, с одной стороны, застарел. С другой стороны, он экзистент. Потому что вот эти зверства, которые сейчас были, они же это все показали и доказали, что просто хотят всех убить. Не то, что там выборочно или перевоспитать, просто хотят всех убить, вырезать и сжечь. А поскольку в истории еврейского народа, к сожалению, не только еврейского, но еврейского наиболее, как говорится, запоминающаяся была история, что уже один раз хотели всех убить и сжечь, то, в общем-то, тут реакция весьма и весьма. Друзья, у нас отличная новость. На наших YouTube-каналах в гостях у Гордона, Дмитрий Гордон и Олеся Бацман появились новые возможности для нашего с вами более тесного, дружеского общения. Теперь под этим видео и под каждым видео у нас на каналах есть специальная волшебная кнопочка «Спонсировать». Нажимайте на нее и становитесь спонсором канала. Вы можете выбрать разные уровни и, соответственно, получить разные дополнительные опции и бонусы. От возможности иметь именные обозначения возле наших никнеймов и использовать авторские эмэдзи со мной и с Олесей Бацман на ее канале, до участия в закрытом онлайн-общении со мной только для нашего спонсорского клуба каждый месяц. Спасибо всем, кто вступает в наш спонсорский клуб. Вся команда, которая работает над тем, чтобы наши каналы были самыми лучшими, самыми яркими и самыми интересными, очень это ценит. Меня потрясла, вы знаете, арабская женщина, мусульманская женщина, которая вот сейчас облетела это видео все, в принципе, там западные новостные каналы, и у нас это все сейчас есть, в Германии, где к ней подошли журналисты местные и спросили у нее, а что она думает по поводу нападения террористов на Израиль. И она на голубом глазу, она стоит, смеется, говорит, я очень радуюсь. Они говорят, вы точно, вы сейчас, ну как бы вопрос поняли, когда террористы напали на Израиль, когда они начали убивать израильтяна. И она говорит, да, да, мы, говорит, мы праздновали дома, но это же так хорошо. Вы понимаете вообще? Вы понимаете, ну в чем дело? Ну, я же понимаю, что картина мира у них формировалась не на ровном месте, что этим занимались и всякие технологии, и пиар-менеджеры, и многие десятилетия, это все, но можно взять тоже Россию. А я вот сейчас, извините, Роман, я сразу же тогда параллель проведу. Чем это отличается от того, когда в российских городах и селах журналисты, вот сколько мы этого видели, берут интервью у прохожих, они говорят, да, Украина надо, это что, нацисты? Да нацистам надо бить, уничтожать, мочить, какая разница, кто там, дети? Любых, топи их. Ах, чугас. Ну, человек отличается, но тем, что здесь это промывание мозгов идет 70 лет, а в России там около двух лет, хотя и перед этим. Не, 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 перед они, конечно, дольше. Ну, вот этим отличается, а так это все абсолютно то же самое. Но это зрение же абсолютно одной цепи. Вот, от зрения абсолютно одной цепи, и в том смысле еще что, ну, много дискутируется, участвовали в этом, российские службы не участвовали, но понятно, что здесь можно что угодно предполагать по этому поводу, и это уже со временем разберутся. Другие спецслужбы, чьи там спецслужбы это участвовали, и все будут, как говорится, примерно наказаны. Но, в принципе-то, это же все очень близкое. Ну, еще во времена Советского Союза все эти террористические группировки поддерживались и даже создавались. КГБ. КГБ СССР, да, ну, естественно, там, не министерством здравоохранения, естественно, КГБ этим занимало. Вот, и все эти шейхи, половина из них училась в институте. Патриса Лумомба, понятно, что они там учились неразумному, не только разумному, доброму и вечному. И поддерживали всех людоедов, поддерживали всех людоедов в прямом смысле этого слова. В Африке. Везде, только на основании того, что они могли что-то нагадить цивилизованному миру. Вот. Это все абсолютно однохрень. То есть, грубо говоря, это просто они и те же люди. Понимаете, что делать? Говорят, был ли это кто, как, до какой степени участвовал. Ну, причем еще после того, как Советский Союз развалился, там еще это все усилилось, потому что еще появились бизнес-интересы. Потому что что-то там стали мутить, крутить, там что-то нефть подорожала, подешевела, там это самое кручу-мучу, запутать хочу. Вот. Ну, и в принципе сказать, что как связано с КГБ СССР и со всякими производными от него, это оно и есть, понимаете, в чем дело. Просто это даже смешно обсуждать. Тем более, что если можно в неком конспирологическом смысле говорить, что там, наверное, Путин хотел повысить цены на нефть, то про то, что КГБ СССР создавало все, и кто там, где учился, в каком Патрисио-Лумумбе, это можно просто в Википедии прочитать без всякой конспирологии, понимаете. Так что это все абсолютно звенья одной цепи, и все очень похоже. И эти нефтяные деньги, отнятые, отнятые у народа, на которые, собственно, все и резвятся, ну, здесь резвятся на иранские деньги, а там резвятся на русские деньги, все это нефть, ну, двигатель внутреннего сгорания когда-то изобрели, изобрели бы, что машины ездят на колбасных обрезках, на каких-нибудь, было бы по-другому, да? Вот. Ну, это просто одно и то же. Ну, просто одно и то же. Да и я не знаю, я, конечно, плохо понимаю на фарси, но это самое, но вот то, что там Путин говорит, и всякие околопутинские, ну, понимаете, им там балалайку дать, как этому самому, как полиграф, полиграф, что там, доктор Бурменталь, понимаете, вот если они то же самое, все, ну, можно даже слова не переставлять, ну, просто такой уровень песчаный абсолютно. Вот. Это все, я думаю, что там вот с эталами не намного лучше. Другие, есть специалисты, помимо меня. Поэтому это все абсолютно одним миром мазано, а там степень их конкретного взаимодействия именно конкретно в этом кейсе. Не знаю. Я вам процитирую слова израильского пластического хирурга Рона Азария, который занимался сортировкой тел израильтян, которых привозили в военный лагерь Шура недалеко от города Рамлы. Он сказал, до вчерашнего вечера я думал, что видел все. Будучи полевым врачом, я видел ожоги, раненых, теракты, террористов, смертников, которые поступали ко мне после самоподрыва. Но я никогда в жизни не видел подобных вещей. У меня было такое ощущение, будто я вошел в машину времени и вернулся в 1945 год в момент освобождения концлагеря. Это были нечеловеческие зрелища. В это было просто невозможно поверить. Количество тел погибших колоссально. Их привозили в реприжераторах для еды. Террористы минировали тела, чтобы тот, кто придет спасать людей, подорвался вместе с ними. Они пришли просто издеваться, убивать и еще раз убивать. В одном из грузовиков были разные тела младенцев и детей. Эти фотографии должны быть опубликованы. Одна подобная фотография прояснит миру, с кем мы имеем дело. Ну, понимаете, вы сейчас сказали одно свидетельство. Свидетельство вообще очень важно в этой ситуации, потому что память имеет такое свойство, она все немножко огрубляется, смывает. Вот у меня один товарищ, он танкист, он связист в танках работал. Взрослый парень живет в Аждоде, да? И его, естественно, не взяли. Ему 52 года, или 53. Он не так уж юный, свежий. Понятно, что к нему надо приставить еще двух медсестер и одну массажистку, чтобы он был полноценным. Вы его единицы. Вот. Но он не спалил, он не спит вообще все это время. И он ходит, он говорит, я не понимаю, а почему я в этом не участвую? Я привык, что я в этом участвую. Но он какое-то время ходил там на сборы во всех этих. Вот он ходит, ходит, это самый другой парень, он переболел уже, жена моложе, да? Он переболел онкологией в очень жесткой форме. Вот. И у него трое детей. Все не так бравурно еще на самом деле, как могло бы быть. И, естественно, дети плакали, он мог бы не ходить в армию, понятно, после таких болезней, да? Но по возрасту он еще проходит. 40 с чем. Вот. Дети плакали, и жена плакала, и он поехал. Поехал в армию, да? Вот сейчас я снимаю квартиру у парня, да? У парня, который сейчас в Америке, и он сейчас сидит в аэропорту, не может улететь. Голодой парень, ну, относительно, лет 30. И может улететь, все забиты, забиты самолеты сюда летят. Я к чему это говорю? К тому, что такие действия, они, конечно, произвели такую реакцию, что касается того, что здесь было, ну, вот уже дня полтора не грохает, не бомбет, и я так понимаю, что там уже все практически зачистит, начинает зачищать. Только были слышны вечером такие глухие взрывы, где-то километров 70 от 80 от газа. Здесь же все рядом. Но я так понимаю, что это наши там бомбили. Вот. А то, что случилось, это беспрецедентно. И что еще? И что еще? Тут очень горько во всей этой ситуации, что понимаете, что, ну, мало того, что мы построили детям такое замечательное будущее, я повторяю, что понимаете, когда началась в Украине вся эта беда, да, ну, естественно, и, собственно говоря, и мы с вами это обсуждали, что, да, там, Путин, там, конкретно, несколько там, путинцев там с ума сошли, да, вот, там началось что-то в Арцахе, там, в Азербайджане, мы с вами это не обсуждали, но там застарел конфликт, да, вот, ну, сейчас это уже понятно, что это система, и степень зверства, и степень дикости, и степень неожиданности, кстати, сказать, потому что, если вы помните, в Украине тоже до последнего момента надеялись, что это не начнется, вот, потому что получилось, что некие сообщества, некие сообщества полностью выпали из цивилизации, и, в принципе, цивилизация допускала существование, ну, живут они там, сидят у себя в этом самом, в своих каких-то своих проблемах, имеющие больше отношения к 19-му, там, каменному веку, и пусть сидят, каждый с ума сходит, как ему нравится, да, а выяснилось, что, что это все цивилизационная ситуация, что не могут существовать, все говорят, вот как, как Израиль мог профукать такую, такую атаку, да, ну, просто здесь уже ни у кого в голове не укладывалось, что это возможно, что кому-то это вообще еще нужно с того конца, теоретически, да, там, все, я, конечно, понимаю, что может израды, все что угодно, но, скорее всего, все намного проще, просто в голове уже никого не укладывалось, что это кому-то нужно с той стороны, люди уже занимались совершенно другими вещами, одни уже там живут, грубо говоря, в 21 веке стремятся к 22, кто-то, вот Украина, стремится тоже привить в цивилизованный мир, и что кому-то нужно заниматься всей этой хренью, просто в голове не укладывается, это люди, это люди, и картина мира из другого, из другой совершенно, из другой совершенно истории, это вот то, что вы говорили про эту арабскую женщину и так далее, и так далее, и получается, что современная цивилизация с этим не монтируется, потому что, если бы они там сидели кихо в своих этих, в своих углах, да, и занимались бы там, чем хотели, голову друг другу рубили, там, я не знаю, на балалайках играли, да, друг другу, вот, так пожалуйста, но они же бить, хотят, хотят всю цивилизацию повернуть вспять, понимаете, чем там, вот тут, конечно, этот момент очень экзоцентный. Я вас как художника хочу спросить, у вас нет ощущения, что мы просто на пороге Третьей мировой? Ну, понимаете, это все тоже зависит от трактовки, что считать Третьей мировой, ну, так вы считаете, она уже идет, если мы говорили, если я 15 раз сейчас за последние 30 секунд сказал слово цивилизационный конфликт, но это и есть, когда мир переходит в такое состояние нестабильности, что уже цивилизации надо что-то этим делать, с этим делать, или просто заканчивать свое существование, потому что тут алгоритм понятен, если дети в 15 лет уже знают, как бомбоуберщик прятаться, если такой же тренд будет продолжаться, предположим, еще 25 лет, и дети уже с 3 лет будут знать, как в окопы рыть и взрываться, но понятно, что цивилизация просто при таком тренде просто столкнется, поэтому, собственно говоря, собственно говоря, цивилизация и развитые страны, и сообщество должны заниматься тем, чтобы не накрылось все это меднотазом на этом шарике, понимаете, чем было. Других вариантов просто нет, ну, уйди с другой, просто закончите всю эту историю. Дорогие друзья, благодаря в том числе и интернет-магазину Гордон Шоп мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем, заходите в интернет-магазин Гордон Шоп и приобретайте там все, что хотите, начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом. А еще там есть конфеты Гордон в шоколаде птичье молоко, а еще там есть яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде, а еще там есть кружки зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Гордон Шоп, скучного точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. Роман, вот скажите, а что такое победа Израиля в этой войне? То есть, как она должна выглядеть? Потому что, ну, Израиль сегодня не просто однозначно говорит о том, что мы победим, и сейчас мы предпримем ряд действий, которые нас приведут к этой победе. Вот на ваш взгляд, что это? То есть, объясните вот, ну, на практике, что это будет означать и то, что вы будете считать победой. И как долго вот этот горячий этап войны? Потому что, ну, мы понимаем, что Израиль находится в состоянии практически в состоянии войны с момента своего основания. Ну, у меня есть два мнения, и оба далеки от, от, от такого, от радовного, да, по этому поводу. Ну, в принципе, Израиль, опять, то, что мы говорили с вами про Украину, за кадром еще, не важно. Израиль, в принципе, уже победил, уже не обстреливают, и понятно, что сейчас в Газии, в Газии сейчас разберутся, уже разберутся, по большей части. Вот. Но это история цивилизационная, то есть, да, стоит огромная полумиллионная армия, очень злая, и, и очень оснащенная, и хорошо подготовленная, которая, в принципе, да, я уже говорил об этом, может изменить ход истории. Но я не знаю, опять же, такая профнагрузка сейчас там разносить Сирию и Иран, а понятно, что там домино посыпется, и все прочие маргинальные режимы, там, и всякие, там, азиатские, и российские, ну, потому что это, конечно, такая может быть серьезная история, да, а что здесь сквалифицировать победы, победы здесь, к сожалению, это опять возвращает к истории с мировой войной, победы, к сожалению, здесь может быть только общая, потому что пока эти маргинальные режимы существуют, это все так или иначе будет выскакивать, и даже более того, они, наверное, и потом, в каком-то далеком, отдаленном будущем тоже будут существовать, более развитые, не неразвитые, но уже нужно, ну, в любом случае, нужно их уже переводить на какой-то уровень, потому что эти уже совсем маргинальные, они угрожают существованию, существованию всего, всего человеческого рода, и, что считать в данном случае победа Израиля, не знаю, как это квалифицировать, потому что тут уже 70 лет идет в той или иной степени война, и, явно, что было сделано недостаточно, когда вот такое могло случиться, в 21-м веке, в 23-м году, значит, нужно предпринимать какие-то очень глобальные усилия мирового сообщества, что отрадно, что мировое сообщество, опять же, я так понимаю, это все-таки или интуитивно, или даже, или даже как-то рационально понимает, потому что сюда пришли и американский флот, и британский идет, и как-то определенное, как говорится, заявление по этому поводу сделано. Вот, а что считать в данном случае победой Израиля, ну, можно считать, что уже, в принципе, обстрелы прекратились, и там идет зачистка газа, ну, окей, такая локальная история, а чтобы это не повторилось, нужно изменять всю систему в мире. когда режим Путина посыпется, наконец-то? Ой, вы понимаете, в чем дело, если картина мира не изменится, он не посыпется. Вы же помните, если, вы же помните, это я так косвенно, или прямо подтверждаю своюность, вы же помните, когда, ну, вы не помните, но я помню, вот, когда в 79-м, по-моему, году пришли эти аэтауы в прекрасный, в прекрасный, процветающий Иран со всякими передовыми этими шагами. вообще, женщины в коротких юбках, накрашенные. это все было круто, курорты строились, курорты строились, прогресс расцветал на нефтяные бабки, которые им полились. О, и, ну, 79-й год, это сколько получается? Ну, около 50 лет. Вот, ну, думал, что это там год-два там схлопнется как-то, да, чем я. Ну, вот, сидят там на своих абалалайках, которые играют, там их полиграф-полиграф, и они при этом еще и терроризируют собственное насилие, впиваются. Конечно, страшно, страшно. Но вот премия, премия мира получила же как раз иранская правозащитница, которая борется там за права человека, находясь в тюрьме, то есть она в заключении. А это в лучшем случае, там или в тюрьме, или уже убитые? Голову рубят, вешают, но это 21 лет. Вот, это самое. И, понимаете, получается, что, что, ну, хорошо, режим Путина, ну, Путин, в конце концов, прижмурится, хотя и тоже, знаете, перед, со всеми привычками, его там можно еще в гробу таскать лет 20, да, вот, говорит, что он жив. Ну, вот, если тренды такие останутся, так оно как-то так по-другому вылезет. Вот сейчас это понятно. Вот, понимаете, в чем дело? Как мы все это расценили, как некие локальные истории, да, история, которая случилась с многосердальным украинским народом, да, здесь вот эти 70-летние, а сейчас, ну, системка-то видна, это одни и те же люди, только что на разных языках разговаривают, и разные эти самые, и разные челмы носят или не носят. А так-то это одна компашка. Ну, в чем дело? Получается, что они все еще друг друга подпитывают как-то, получается, что их всех как-то надо причесывать уже. Вот, когда их всех причесывают, тогда и закончится режим Путина и всех прочих. Роман, а вот скажите, ну, сейчас население Израиля, то, которое было пропутинское, мы же понимаем, что много в Израиле батников, которые смотрят русские пропагандистские каналы, так вот, население Израиля, народ Израиля, который раньше поддерживал Путина, вот после этой большой войны вашей, и реакции Путина на нее, когда он прямо публично выступил в поддержку другой стороны, скажем, мягко так, да, когда российские все каналы пропагандистские, и главные пропагандисты, такие антисемитские сейчас тезисы разгоняют, просто вот где можно, они цепляются и несут это в эфир. То есть антиизраиль, ну, не просто антиизраиль, а такой вот, ну, чисто волна такого жуткого, махрового антисемитизма. Вот сейчас у израильтян откроются глаза, они наконец-то поймут, кто им друг, кто им враг. Слушайте, ну, вообще-то все-таки Израиль, страна все-таки немножечко модернизированная, да, и известен процент этих людей упоротых, то, что мы называем ватники, да, их, в принципе, там 18-20 процентов. Вот, понятно, что это там зависит от возраста, от воспитания, еще от того, от впечатлительности и восприимчивости ко всяким оригинальным теориям, да, это не очень большой процент, прямо скажем. И он, еще учитывая, что эти люди в основном, конечно, в возрасте, да, он процент такой ни на что не влияющий сильно, да, вот этих вот, то, что мы называем своими ватниками. Как они на это реагируют, да, в принципе, наплевать, ну, наверное, они там что-то в голове подвинулись. Но учитывая, что у них там и так все в башке перемешано, что у них там куда подвинулось, это, в общем, можно только предполагать. Вот. Что касается открывания глаз, так они и не были особо закрыты, это глаза. Ну, смотрите, израильская власть, когда в Украине началась широкомасштабная война, она же до сих пор пытается, вот как бы, с одной стороны, вот мы с Путиным не разрываем отношения, мы вроде даже как дружим, с другой стороны, ну, Украина, да, жалко, но тем не менее, ничего не делаем. Но сейчас, как вы считаете, после этого ситуация поменяется? И рыбку съесть, и косточки не подавится. Понятно. В общем, да, Израиль изображал такие Эмираты или Турцию, да, типа мы здесь сбоку, в прямом смысле этого слова, если смотреть на карту, и мы, значит, не вмешиваемся в наши европейские дела. Но, судя по всему, это не получилось. Но другое дело, что это и дела, это не европейские, не дела между Украиной и Россией, понимаете? Это дела, в общем, мировые. И тут уже, как говорится, тут, конечно, с одной стороны, запасаешься подкорном и смотришь, как все это будет развиваться, но, с другой стороны, с другой стороны, если все эти маргинальные, все эти человеконенавистнические режимы не будут как-то приведены в порядок или в какое-то подчинение к мировому сообществу, то, значит, это будет общей проблемой, общей проблемой цивилизованной, мировой. Вот. Поэтому, конечно, изменится. Ну, скажем, не то, что изменится, но оно и было очень хорошее. Вы понимаете, в Израиле, в Израиле у большинства людей вообще украинский корн. Многие знают, многие знают украинский язык прекрасно. Да. У всех там родственники, не то, что там когда-то, там, в 150-м поколении были корни. Там, племянники, племянницы, дяди, тети. И это все переживалось в Израиле очень сильно и близко к сердцу. Вот. А про такую как бы внешнюю реакцию, ну, грубо говоря, где там израильские бомбы на украинских, на украинских фронтах, где израильские танки, ну, как-то в практическом смысле это, наверное, тоже будет реализовываться. Но другой дел, что здесь открывается, вернее, он открылся уже, открывается новый фронт той же самой, того же самого противостояния. Так что, в общем. Кстати, может быть, и предчувствие того, что он рано или поздно окроется, немножечко притормаживал, притормаживал вот это вот такое прям, бросаться, типа, у нас все в порядке, а мы уже все бросили, значит, помогаем Украине, да? Потому что, я, опять же, вам рассказывал, за кадром я вам обрускаю, это благодарным, или менее благодарным зрителям. Когда это все начиналось, 7 октября, я услышал с утра взрыв, нет, сначала тревога, потом взрыв, а потом поехали эти, ну, скорые там, пожарные, я даже не проснулся, потому что дело привычное, понимаете, в чем дело? Ну, то есть, если бахнуло, значит, дальше бахать не будем. Вот, у меня была такая мысль, а все вот это началось, результат еще больше разрослось. Это, к чему говорю, к тому, что, ну, здесь, да, здесь это состояние войны всегда чувствовалось, но состояние катастрофы, состояние экзистентной, экзистентной ситуации, оно сейчас возросло много-много-много-многократно. И, возможно, да, невозможно, а точно, конечно, взаимодействие с Украиной и формальное, и неформальное, и понимание процессов. Ну, вот я тоже, вы знаете, я выступил еще в каком-то там, в июне, в июле в поддержку Украины, и мы с вами об этом говорили, с Димой я говорил. Да. Ну, одно дело, в поддержку Украины выступить, и все это теоретически, а сейчас практически я сидел с ребенком в бомбоубежище, там еще симпатичные мальчики, девочки с собаками там были, да, вот что-то вокруг бухло и ахло. Понятно, что, помимо того, что здесь у людей очень много украинских корней, очень-очень, очень-очень историей похожей получаются. Конечно, это неизбежно еще, ну, как-то это выразится, я не берусь прогнозировать, я же не какой-то там аналитик, но я больше по искусству. Вот про искусство, скажите, скажите про искусство, Роман, что у вас сейчас в работе и в планах? Смотрите, я снял, уже снял и уже давно, в принципе, по нынешней, прям сильно давно, в мае уже у меня был готов, маленький фильм на украинском, на испанском языке, Алексей Горбунов сыграл, там главную роль еще несколько очень хороших молодых артистов украинских и несколько испанских, маленький фильм, 10-минутный, у этого фильма есть один безусловный плюс, он короткий, и он 10 минут идет, это не нормальный спорт. Вот, и я снял это кино, и я как-то немножечко затянул его обнародование, потому что там что-то фестивали будут, не будут, лето еще наступило, все, значит, по дачам, по это самое, по кустам расположились, да, вот, и я думал, что вот этот фильм нужно, я сейчас обнародую в течение какого-то, в течение какого-то ближайшего времени. Была мысль сделать премьеру в Киеве, ну, потому что понятно, я такой, в Википедии написано российский режиссер, но я там один, в принципе, с кореновой анкетой, да, но потом все-таки что-то сказали, в общем, в любом случае, его надо обнародовать, это кино, это парапланы, ну, а дальше я буду формировать планы в зависимости от обстоятельств, явно, что все очень сильно поменялось, и вот это вот, уже кино, кино, и сколько-то не будет таким, как оно было, по темам, по подходам, по глубине, эмоционального осмысления, тут абстрагироваться уже от многих вещей невозможно, понимаете, вот, то есть их нужно, в любом случае, осмыслать и отражать, вот, поэтому, и, видите, так еще, о судьбе было угодно, что я оказался здесь, именно в это время, это же в общем-то стечение обстоятельств, нет ничего более закономерного, чем случайное, и, наверное, моя работа будет связана с, наверное, а точно, она уже с этим связана, и жизнь моя с этим связана, с, 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 реакцией, с оценкой текущих событий, вот. Роман, спасибо вам большое за эту беседу, я желаю победы Украине, желаю победы Израилю, я знаю, что они обязательно будут. Да, я желаю победы Украине, желаю победы Израилю, желаю победы людей, доброй воли, над силами, мрака и тупости, пусть мир победит идиотов, вот так, агрессивных идиотов.